Коллеги, добрый день. Зовут меня Марина Нашева. Я являюсь руководителем проектов и также являюсь практикующим аналитиком, функциональным архитектором. Итак, сегодня мы смотрим с вами работы с типовыми отчетами по задачам в 1С документа оборот, какие у нас есть возможности настройки данных отчетов типовых в режиме предприятия, которые не требуют у нас вмешательства программиста, то есть делается либо аналитиком, либо самим пользователем. Такие возможности достаточно широкие и сегодня мы с вами их рассмотрим. И также будем смотреть на практических примерах. Рассмотрим несколько отчетов, которые являются наиболее популярными, к которым приходит много вопросов и посмотрим, какие у них есть настройки. На кнопочки понажимаем, что у нас может быть полезно. Какие-то, может быть, лайфхаки, инсайты, как это говорится, модные слова. Мы сегодня поймем. Так, ну, мы перейдем к нашей программе документа оборот, чтобы понять, кто у нас с чем работает. Вы, пожалуйста, мне в чате напишите, с какой системой работаете, с какой редакцией, двойка, тройка, либо, может быть, вообще ни с чем не работаете, либо планируете только внедрение документа оборота, чтобы я понимала, насколько нужно общее какое-то вступительное слово про документ оборот третий сказать. Сегодня мы смотрим на примере документа оборот 3. Он визуально не очень сильно отличается, с одной стороны, от 2.1, те, кто работали на 2.1, видели его. Есть некоторые прям незаменимые вещи, которые нужны при работе в программе. Я считаю, что они дают плюсы-плюсы. Во-первых, документ оборот очень сильно отличается от других систем. Мы сразу видим виджеты на рабочем... Прошу прощения. Виджеты. Это наш инструмент, чтобы не нажимать дополнительно на пункт меню, а сразу попадать туда, куда, где работает у нас пользователь. То есть вот эти вот большие квадраты, они по ссылкам нас отправляют в те разделы меню, с которыми мы работаем. Если у вас руководитель, в данном случае моего рабочего, что увидим, работает с задачами, ему максимально важно при запуске программы видеть задачи, то у него на рабочем столе соответственно эти виджеты и есть. Также у нас есть второй очень классный функциональный инструмент, который прям вот очень сильно выделяется из всех систем. Это реестры. В двойке. В предыдущей редакции у нас не было этого инструмента. Здесь мы можем выводить те элементы системы, с которыми работает также текущий пользователь. То есть мы можем для групп пользователей вывести реестр, а для конкретного там какого пользователя, то есть в зависимости от ваших потребностей, понять, кому нужно вот сюда сразу в рабочий стол что добавлять, чтобы разделить внимание вашего пользователя, чтобы он видел то, с чем он работает. Ему не пришлось осуществлять несколько кликов. Минимальное количество кликов, максимальная отдача от внимания вашего сотрудника. Такая задача у нас стоит перед документом оборудованием. Далее. Тема нашего сегодняшнего вебинара. Собственно, это отчеты. И вернусь к нашей презентации. У нас система документа оборота, что очень важно. Система документа оборота, она в принципе одна из самых интегрируемых. Наверное, она самая интегрируемая. Потому что все системы, есть системы, которые регламентированный учет у нас автоматизирует, есть системы, которые управленческий учет автоматизирует, СРМ-системы, всякие различные системы, которыми мы автоматизируем функциональную область нашей деятельности. При этом документ оборот, он касается абсолютно всех модулей, всех систем. То есть по каждому контуру автоматизации нашей системы ведется определенный документ оборот. И весь этот документ оборот связывается в системе 1С документа оборот. То есть это такое некое связующее общее звено. Наверное, поэтому здесь самое все прогрессивное используется. Используется бесшовная интеграция, которую вы, скорее всего, слышали. И она делает жизнь пользователя действительно проще, удобнее. И какая здесь связь у нас с отчетами? То есть вся эта информация, она у нас аккумулируется в едином потоке информационном. И эту информацию, которая принимается из разных систем, содержится в наших документах, ее очень важно правильно сформировать в читабельной форме, и чтобы руководитель, пользователь максимально извлек практическую пользу из этих отчетов. В программе документ оборот содержится более 300 отчетов. То есть это всевозможные, охватывающие... Ну, то есть это такой большой конструктор из всех-всех показателей, всех-всех реквизитов, значений реквизитов, документов, которые содержатся в этой системе, большой-большой конструктор. И мы из этого конструктора собираем те структуры, те отчеты, которые нам требуются. Все отчеты в системе документа оборот, они разделены по блокам. То есть у нас есть, в зависимости от того, к чему это у нас относится, есть отчеты по документам. У нас был недавно вебинар на эту тему, отчет по документам. Мы разбирали, какие и где они находятся, но там мы больше настройки затрагивали. Каких-то конкретных отчетов мы там не так много разбирали. А сегодня по задачам немножко упор сделан на конкретных отчетах и что там у нас содержится. Вот. То есть отчеты у нас для того, чтобы опять понимать, где их искать, разделены на блоки. Отчеты по задачам у нас располагаются в разделе совместной работы. Запущу сейчас нашу систему. То есть у нас есть разделы документы. Здесь есть у нас ссылка отчета. Здесь у нас располагаются отчеты по документам. Отчеты по задачам и процессам, они у нас располагаются в разделе совместная работа. Все, что касается задач, все, что касается процессов, у нас располагается здесь. То есть в самом документообороте есть центр самого документооборота, это у нас документ. И все, что вокруг происходит, оно происходит вокруг документа. Это задачи, процессы, это жизненный цикл самого документа. Реквизиты, которые мы потом сводим в отчет, это все часть документа. При этом очень важно понимать, что все, что касается исполнительской дисциплины, сроков исполнения каких-либо действий с документами, это все у нас раздел совместная работа. Иногда используется функционал работы с задачами без привязки к документу. Такое тоже встречается. То есть это произвольные какие-то задачи на исполнение, на согласование. Когда у нас не формируется карточка документа, а просто направляется задача. В том числе и для этого у нас служат эти отчеты, то есть именно когда мы смотрим работу с задачами и процессами. Мы сейчас с вами прошли по ссылке отчет в раздел совместная работа и видим состав, что у нас здесь есть. Все отчеты у нас разбиты на блоки. Контрольные отчеты. Это отчеты, которые позволяют у нас контролировать сроки, позволяют контролировать эскалацию задач. И какие у нас, какое правило есть эскалации задач. То есть если у нас задача не исполняется, куда она пошла, кто ее уведомление получил, что с ней случилось. Один из самых популярных отчетов, который в предмет обороте есть относительно задач, сроков выполнения задач. Это у нас справка об исполнительской дисциплине. В зависимости от потребностей, что мы хотим видеть в данном отчете, отчет может иметь разные наполнения. В классическом варианте он преднастроен в системе, то есть для того, чтобы его использовать. Не нужно ничего совершенно делать. Сейчас мы находимся в Дебасе, то есть он у нас есть в системе, заложен отчет об исполнительской дисциплине в той форме, в которой мы его сейчас видим. Он у нас содержит подразделение исполнителя. Мария, прошу прощения, добрый день. Только у меня не видно картинки, демонстрации или у коллег тоже. Так, давайте посмотрим. Коллеги, сейчас видно справку об исполнительской дисциплине? На данный момент первая страница. Вот сейчас, да. Спасибо. Так, если вдруг что-то не видно, пожалуйста, пишите в чат. Не всегда могу уследить. Перезапустила сейчас демонстрацию. Видно, у нас Zoom немного подтормаживает. Вот. И по звучанию сразу сказал, попозже присоединился. Проблема у меня сегодня с голосом. Заболела, но я решил все-таки вебинар проводить. Поэтому, если вдруг меня плохо слышно, вы мне об этом пишите, я постараюсь говорить чуть громче, чтобы было слышно. Тут, к сожалению, не все. Всегда можно предусмотреть. Погода у нас такая суровая. Так. Тогда не знаю, с какого момента они видели. Пробегусь быстро, что у нас отчеты располагаются в каждом своем разделе. Отчеты по задачам у нас располагаются в разделе. Совместная работа по ссылке отчеты. Отчеты у нас разбиты на блоке. То есть, есть у нас контрольные отчеты. Здесь мы контролируем исполнение задач, сроков задач. Смотрим, какие задачи у нас на контроле с истекающими сроками задачи. И все, что касается эскалации. Контролируем. У каждого. Каждый отчет тоже имеет возможность для настройки. Посмотрим, смотрели мы с вами справка об исполнительской дисциплине. Если не было на экране видно, сейчас еще раз показываю. Здесь мы видим по умолчанию фильтры, которые у нас отборы есть, уже в системе установлены. И сейчас попробуем их настроить. Посмотрим, какие настройки у нас есть. Мы видим в этом отчете исполнителей, их подразделения. Видим, какое количество задач у нас. И смотрим по их состоянию. Выполнено, не выполнено, отменено количество переносов срок. То есть здесь мы можем делать вывод по исполнительской дисциплине, по каждому нашему сотруднику. Отчеты зачастую дополняются какими-либо полями. И мы с вами сейчас посмотрим, какие у нас есть здесь настройки. Самые простые настройки, которые могут у нас использоваться в отчетах, это настройки, которые у нас здесь прямо наверху располагаются. Здесь у нас есть вид простой или расширенный. В простом виде, то, что мы сверху с вами видим, наши настройки, мы их здесь можем прямо выставлять. То есть мы можем исполнителей добрать прямо здесь. Можем вид задачи. В общем, мы все то же самое можем сделать с вами и в верхней панели. Для того, чтобы увидеть больше развернутые настройки, мы можем открыть расширенные настройки и увидеть, что у нас с вами здесь выводится. То есть у нас есть фильтры, которые используются. Наверху мы все те же самые видим и можем добавить фильтры, которые нам необходимы. Либо убрать какие-то фильтры, допустим, авторы, либо проект можем убрать. Что еще здесь мы можем сделать? Мы можем сделать, где у нас показывает. То есть что у нас показывается? У нас, допустим, вид задачи показывается. Мы можем его не показывать на верхней панели, а сделать только в настройках отчет. Тогда у нас он с верхней панели исчезнет. И будет только если мы открываем с вами настройки отчета и здесь выставляем данную настройку. То есть мы можем сразу сделать какую-либо настройку задачи, которая нам нужна, и выставить, что нам нужно, чтобы лишний раз потом не путаться. Настройки должны быть максимально простыми, чтобы вы в следующий раз, когда пользуетесь отчетами, не путались, у вас не было лишних столбцов, лишних строк. То есть обычно, ну, часто бывает сталкиваемся, что давайте добавим в отчет вообще все, что только имеется, все, что только возможно, и потом нам эта информация мешает. Мы не можем ее обрабатывать, внимание у нас рассеивается, и это не очень хорошая практика. Лучше добавлять в отчет четко то, что требуется. Далее. Что у нас здесь еще настраивается? Настраиваются поля и сортировки. Пользователи в полях и сортировках обычно все-таки ничего не, ну, по минимуму настраивают редко, какой пользователь самостоятельно настраивает. Обычно поля и сортировки сразу настраиваются при внедрении отчета аналитиками. Тут надо понимать, какая форма вам нужна. Ну, обычно, когда мы настраиваем вариант отчета при внедрении, мы просим целевскую табличку сформировать. Справка об исполнительской дисциплине отчет, который есть в бумажной. Практически у всех, кто ведет бумажные документы, оборот, не автоматизируем его еще. То есть обычно все-таки какая-то Excel-таблица плюс-минус по количеству строк, столбцов, она есть. И из данного варианта отчета мы создаем ту структуру, которая требуется. Вот здесь важно дойти с энтузиазмом и с осмысленностью, как вы хотите этот отчет видеть. Поэтому все-таки это работа аналитика. Дальше у нас есть часть, которая отвечает за оформление. Выводятся у нас заголовки ли не для печати, выводятся ли фильтры, цвета, тексты. То есть это больше такие плюшечки, которые уже больше на оформление. И что-то можно использовать, что-то нет. Далее структура самого отчета. Это иерархия, которая у нас используется. Это диаграммы, серии. То есть то, что мы будем использовать в отчете. Если мы сейчас посмотрим наш отчет по исполнительской дисциплине, то он содержит не только табличную часть, он содержит еще и диаграмму, где у нас вся даже информация в графическом виде отражена. То есть мы можем отчет поместить как табличную, так и графическую информацию. Это важно тоже понимать, что не обязательно создавать несколько отчетов, если у вас есть запрос на визуальное изображение и на графическую составляющую и на табличку. Можно этот отчет вывести правильно, единый отчет сформировать. Есть две части. Такое представление у нас было. Это у нас был отчет справка об исполнительской дисциплине. Что у нас еще здесь есть по настройкам? Тут же у нас кнопка настройка есть по кнопке «Еще». Здесь мы все то же самое видим. В общем-то мы можем отсюда изменить состав быстрых настроек, установить стандартные настройки. То есть если мы устанавливали, что-то меняли, экспериментировали, экспериментировали и наэкспериментировали, мы можем вернуться к стандартным настройкам. Также у нас хранятся здесь варианты отчетов. Может быть несколько вариантов отчетов, которые мы о себе завели. То есть отсюда мы можем сохранить как наш измененный вариант отчетов и увидеть те варианты отчетов, которые мы себе создали из данного отчета. То есть мы поменяли какие-либо настройки, сохранили наш вариант, и он у нас остался здесь в варианте отчетов. Также мы вариант отчета можем обновить и сохранить файл. Персональные настройки. Персональными настройками пользуются не все. Функция полезная. Бывает, что вы настроили для себя отчет, хотите данными своими персональными настройками и помочь своему коллеге, чтобы он увидел именно настройки такие, как у вас. Вы можете сохранить настройки, свой рабочий стол, дать им имя, и потом поделиться файликом со своим коллегой. Точно так же вы можете загрузить настройки. То есть если ваш коллега говорит вам, у меня это классный настроенный отчет, вот я тут все это настроил. Вы спрашиваете, скинь мне, пожалуйста, вариант свои настройки файликом. Он присылает файликом, вы выбираете с рабочего стола и используете. То есть такой функционал он есть, они мне все знают. А так же вы можете поделиться настройками с пользователями, выбрать пользователей, и у них данные настройки тоже отразятся. Тут если вы хотите поделиться настройками, ну, допустим, как мы это используем. Допустим, я себя настроила и делюсь со своим отделом, выложу в настройки свой чат, говорю, ребятки, хотите, смотрите, пользуйтесь. Вот. Если вам нужно кого-то конкретно пользоваться, и конкретно пользователям добавить данные настройки, то можете поделиться, сразу выбрать конкретных пользователей. Естественно, можно распечатать отчет и стандартные функции 1С, сохранять, отправить. Эти функции все у нас тоже есть. Также мы можем изменить нашу форму без отражения нашего отчета. Но опять же тут нужно понимать, для чего мы это делаем. Обычно все-таки редко используем техническим специалистом функции. Так, мы рассмотрели с вами справку об исполнительской дисциплине. Тут недавно совсем меня спрашивали отчет об исполнительской дисциплине, где находится в документе обороте третьем. Но здесь у нас называется справка об исполнительской дисциплине. Суть вся та же самая. Далее, что мы еще в отчетах видим? Будем сохранять изменения. Важный отчет – это контроль с стекающими сроками. Сейчас, сегодня у нас ничего не стекает. Срок истекает. Посмотрим, что у нас в системе есть. То есть мы указываем, что контролировать, кого контролировать и какой срок. Ну вот на сегодня у нас ничего с вами не стекает. Нам нужно установить срок. Давайте на эту неделю. Смотрим, вот система нам выдает, что тоже ничего у нас не стекает, что у нас на контроле. Ну вот тут мы, если мы используем функцию контроля. Какие у нас дальше еще есть? Важные. Если мы используем проект, то мы проектные задачи можем контролировать. Если мы используем функцию контроля, то на контроле. Это у нас контрольный отчет. Отчеты о просрочке – тоже важный отчет, который часто используют. Тут же у нас, мы видим, что у нас справка об исполнительской дисциплине, она попадает сразу в несколько разделов, потому что отвечает требованиям этих разделов. есть у нас планфактные отчеты. Также, если у нас ведется анализ планфактных. И есть отчеты, мы можем видеть, что по трудозатрату процессов важно учитывать, что некоторые отчеты, они затрагивают данные из определенных разделов документа оборота. То есть функция работы с документами, функция работы с задачами, они у нас стандартные, обычно с системой используются. При этом у нас есть некоторые функции, которые используются не всеми. Это работа с мероприятиями, это работа с проектами, это функции, опциональная установка на контроль. Вот такие, такой функционал, почта та же самая, она тоже не всегда ведется. В документ обороте, такие отчеты по ним все равно есть, вот таким функциям. И если вы видите, что отчеты есть, но функционал не ведете, но он как бы есть преднастроенный на всякий случай, в вашем распоряжении. Далее большой раздел по задачам и процессам, где мы можем видеть всевозможные вариации отчетов по процессу, все процессы. Здесь мы видим все наши процессы в разрезе их, в разрезе дат, когда был создан, ну, значит, не начал, завершен, не завершен. То есть понять, сколько вообще в системе у нас сейчас процессов. Ну, здесь еще есть вот разрез у нас автор. Если нам нужно разбивать по автору, то здесь можно добавить либо, допустим, бизнес-процесс по какому-то еще критерию, по периоду, по завершенному, завершенно отсортировать и сделать, сформировать свою статистику по процессам, которые у нас запущены в системе. Большие, как это сказать, объемные, важные отчеты это задачи в работе и задачи от меня. То есть у нас есть рабочие места в работе, задачи, где мы видим свои задачи, где мы видим задачи подчиненных. При этом иногда требуется сформировать отчет. задачи в работе, где мы можем различными вариациями понимать, что у нас сейчас происходит с задачами в работе. Сейчас у нас без сортировки по пользователю, без фильтра по пользователю, то есть у всех наших пользователей систем сейчас те задачи, которые находятся в работе, причем мы видим красный цвет выделено, который у нас просроченный. Здесь у нас срок, ноябрь. Если мы расширим срок, то увидим, каким у нас зависит период действия. Видим по состояниям, что у нас выполняется, проверяется, что происходит с нашим отчетом и сколько у нас срочек задач. То есть здесь очень удобно посмотреть, кто у нас задачи факапит. Руководитель сразу отсюда может сделать вывод какой-либо. Бывает так, что руководитель самостоятельно не готов заходить постоянно и формировать допустим, отчет. Есть круг руководителей, которые должны контролировать состояние задач в работе по определенным разрезам, по определенным сотрудникам, по определенному периоду. И чтобы не было вот этого ручного человеческого фактора, что у нас руководитель точно какие-то периоды контролирует, можно настроить рассылку, допустим, отчета на почту и у нас руководитель обязательно будет допустим, раз в неделю получать этот отчет на почту и ему хочешь, не хочешь, придется уже обрабатывать этот отчет. То есть, допустим, у нас руководитель не работает сильно с этим разделом, чтобы он не забыл, либо там полевой сотрудник, который в полях находится, у него в почте доступ, а в 1С он не так часто заходит. Мы сейчас с вами под Федоровым, это у нас директор, настройка отчетов нет, мы сейчас с вами, чтобы посмотреть, как у нас настроиваются рассылки отчетов, переключимся на систему под администратором и посмотрим, как у нас выглядит настройка рассылки отчетов. Настройка рассылки отчетов не особо сложная, единственное, очень важно, чтобы все необходимые данные для рассылки, почтово-электронные адреса получателя у нас в системе были. так, так, сейчас на экране у нас должно будет появиться система документа оборот под администратором, написано поддержка и обслуживание, напишите мне, пожалуйста, в чат, если вы видите эту картинку, где у нас под администратором мы зашли. видно ли? Да, все вижу. Тусик видно. Настройка рассылки отчетов у нас находится в меню настройка доступна, она под правами администратору, то есть не каждому пользователю. Выполнять ее можно в принципе в любой момент времени, то есть не только по внедрению системы. Рассылка отчетов настраивается по ссылке одноименной рассылки отчетов. Мы сейчас видим личные рассылки, а с системой примеров нет, поэтому мы зададимся. Назовем рассылку справки в исполнительской дисциплине. Выберем наших получателей. можно выбрать отчеты, мы будем прогулять. выбираем с вами какие отборы у нас в этом отчете должны стоять. то есть мы можем выбрать сразу отбор, который у нас будет приходить. Допустим, если мы понедельно с вами присылаем, то целесообразно все-таки нам указывается срок период действия за последнюю неделю, а не за весь период действия. далее мы можем настроить расписание если либо выставляем с вами по расписанию ежедневно либо еженедельно мы можем выставить произвольное какое-то значение и выставить расписание в какой-то период повторяйте каждый три дня чтобы приходил отчет и здесь у нас устанавливаются именно настройки расписания и настройки доставки электронной почты то есть как у нас будет выглядеть само письмо с какой нашей служебной почты оно будет происходить то есть у нас есть учетные записи которые у нас введены в DNS и пользователь будет получать с определенной электронной почты и также настраивать дополнительные параметры настройки у нас несложные так подобрали вот у нас будет Федоров Олег Петрович Готово Готово теперь что у нас есть также у администратора в доступе то есть мы с вами смотрели под пользователем под Федоровым нашим директором сейчас мы посмотрим с вами под администратором что у нас есть хорошего под функционно-технического специалиста мы можем видеть все наши группы отчетов то есть отчеты они у нас формируются группой в группе по которым можно доступ настраивать то есть каким группам пользователей может быть они доступны ну и логически они у нас распределяются по группам справочные группы отчетов мы можем открыть из режима технического специалиста можем отсюда создавать новую группу отчетов и их формировать а также технический специалист видит у нас технического специалиста сам справочник отчеты то есть мы с вами смотрели из разделов где у нас мы смотрим из документов из совместной работы здесь мы видим сразу все отчеты всех разделов здесь у нас указаны все наши преднастроенные отчеты можем развернуть посмотреть описание если оно есть ну и вот все нужно конечно предсформировать вот так мы с вами посмотрели как у нас выглядят отчеты еще еще раз вернемся наши отчеты которые по совместной работе посмотрим что у нас еще здесь есть какие разделы мы посмотрели по задачам и процессам на самом деле отчетов гораздо больше мы просто некоторые мы с вами выбрали и просто на примере посмотрели как они строятся как они настраиваются есть раздел большой по исполнителям когда нам важно по авторам по согласующим посмотреть сводки задач посмотреть на контроле у конкретных сотрудников то есть здесь уже у нас идет в разрезе конкретных пользователей если у нас используется функционал мероприятие он достаточно обширный в системе его используют не все но вообще я очень рекомендую там можно бронирование помещения использовать и приглашение через систему 1С документа оборот вести протокол протокольные не протокольные мероприятия здесь мы можем вести аналитику по времени поступления по длительности мероприятий по времени затраченном на мероприятия по явкам то что немаловажно единственное там нужно настроить осуществить настройки всех необходимых для этого справочников то есть если мы ведем мероприятие нам нужны виды мероприятия виды помещений бронирования помещений настроить то есть все это нормативно справочная информация все необходимые информации нужно ввести в саму систему чтобы у нас соответственно эти данные могли храниться в системе и выводиться в отчет если мы используем функционал по проектам то нам будет актуальный отчет по проектам почта соответственно почта она требует тоже определенной настройки есть легкая почта есть полноценная настройка когда мы используем почту в системе 1С достаточно популярная настройка и в статистическом у нас попадает очень много наших отчетов мы видим опять по справке об исполнительской дисциплине что в том числе этот отчет попадает у нас и в этот раздел то есть если отчет у нас отвечает требованиям в нескольких разделах то отчет попадает в несколько разделов то мы с вами еще не рассмотрели отчет мы с вами посмотрели настройки посмотрели вернемся к нашей презентации скажите видно ли презентацию в чате можете мне плюсик написать чтобы я понимала что мы с вами сейчас на связи поделиться настройками рассказа администрирования тоже рассказала так можно загружать свои виды отчетов свои отчеты и настраивать то есть точно так же у нас представление отчетов можно эту саму картинку которая у нас использует визуальное представление отчета то есть это тоже администратор может загружать свои новые виды отчетов и загружать их визуальное представление единственное что важно учесть что визуальном представлении она должна отвечать требованиям системы в презентации тоже она будет описана можете с ним ознакомиться технически с ним будем вдаваться подробности описание какая у нас должна быть картинка возможность у нас такая в системе есть мы можем создавать новые отчеты если у нас вдруг мы понимаем что такого отчета как нам нужен в системе нет ну обычно мы делаем внешне отрабатываем отчет но практически на 80% всего что нам нужно в системе уже есть если сейчас мы с вами разобрали формирование отчетов если у вас есть какая-то потребность в настройке отчета вы не уверены есть ли он в системе либо его придется разрабатывать до того как его разрабатывать можете к нам обратиться всем участникам вебинара бесплатно предоставляется возможность проведения встреч можем разобрать конкретно ваш отчет и понять можно ли его настроить в системе или его настроить нельзя ну и получить какие-либо рекомендации по настройке либо бывает только что мы начинаем разбирать отчет начинаем разбирать цель что мы с помощью него хотим получить и понимаем что это совсем другой отчет на самом деле не той структуры меняем состав данных и тогда отчет становится именно тем который отвечает нашим требованиям и решает нашу задачу вот очень часто бывает что хотят очень большой сложный отчет на самом деле лаконичный простой отчет более функциональный так наш контакт следующий слайд указан на экране за сегодняшний вебинар благодарю вас за внимание благодарю за обратную связь часть вебинара накладка произошла я его не показывала но спасибо вам что вы мне сообщили мы быстренько справились и прошли с вами по всему материалу желаю вам хорошего дня спасибо коллеги до свидания спасибо спасибо до свидания спасибо до свидания